так я подключилась все вроде бы хорошо идет жду первых гостей вообще гостей всем привет привет большой вы на прямой трансляции или же если записи будете смотреть то сразу перематывайте где-то через 10 минут мы начнем то есть первые 10 минут сразу перематывайте смело это такие организационные моменты так что приветик юля ты первая так снова нос чешется привет олесечка как у вас дела у нас дождь на заднем плане очень сильный скоро будет стучать михаил здравствуйте а майя привет привет 10 минуточек мы подождем всех или может быть не 10 может быть 6 минуточек очень хорошо надежда здравствуйте анастасия хорошо давай сейчас делаю необходимые настроечки ну в общем как обычно да у нас тут подготовка такая сейчас настроечки сделаю и обязательно андрей здравствуйте ой 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 сколько вас много сколько вас много сейчас сейчас обязательно всем отвечу у нас с вами сегодня плетение подсвечника так сейчас все у нас сохранилось отлично а всем новеньким привет и стареньким тоже всем всем огромнейший привет я сейчас быстренько вас всех перечитаю обязательно вы час сделаю необходимые настроечки и вконтакте всех оповещу что мы здесь так 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 что то вы очень сегодня активны кстати я заметила что активности в чит по четвергам очень хорошая по понедельникам так все еще спят а по четвергам очень хорошая активность так все сейчас я быстренько все это сделаю так вроде бы все да так открываю чат в новом окне такие до настройки видео они всегда так перед трансляцией и в начале трансляции всегда такое так что же со всеми сейчас поздороваюсь и надежда вероника олеся Глория Андрея Юлия привет привет всем ержан привет так сорок лариса олеся полина к нам присоединилась Евгения добрый вечер всем приветики наелась дыньки да мы сегодня купили дыню и в общем я с кайфом ее поела так у меня тут будут какие-то уведомления на телефоне ну да ладно думаю что ничего страшного а мая так не буду подсвечник смотреть хорошо очка привет привет большой ты там занята знаю оля санникова добрый вечер ладочка все 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 привет большой виктория здравствуйте михаил так телефон отключили трубочки приготовили ждем команды мотор да сейчас будет команда мотор час быстренько все подсоединятся пока уже жарко начинается дина лариса валя катя ольга амелия амели наверно да привет привет вам большой как ты сфоткала зевающего левку это муж фотографировал и жан он здесь сидела я вот там вот на стульчиков сидела элла олеся надежда гульмира да народ подтягивается анастасия луиза привет хай хай эрбарик привет всем зулайха привет привет мария здравствуйте надя елена ольга активно четверг выше потому что концу недели хочется отвлечься и заняться любимым делом да я тоже заметила привет привет а елена всем огромнейший привет this is my life всем привет у меня тоже подвисать никак не загружается трансляция только час живой тогда закрывайте эту трансляцию выходите и заново входите в нее вроде все будет хорошо ирина голубцова приветики приветики анастасия всем доброго вечера из тула даже смотрит тула сергей дома да он уже дома все вернулся с работы будет может быть здесь что-то такое ходить и разговаривать не обращайте внимания смотрю первый раз жду чего-то нового татьяна ну надеюсь что не знаю новое сегодня будет или нет будем сегодня подсвечники я подготовила банку для этого если у нас время будет останется или даже вот если мы в силах будем или у меня трубочки не закончится да мы начнем плести второй вариант подсвечником елена приветик тебе большое у меня уже новогоднее настроение да на акустике или на классике обязательно спрошу ольга подсвечек небезопасно ну тут же будет как бы она будет оплетаться банка а вообще кстати тут вариант подсвечника который я хочу то есть он будет вот здесь где-то внизу а здесь уже будет свечка да вообще кстати свечка небезопасно то есть лишь так говорить да давно пора хоть за кадром пополтать ему они вон вако в комнате прячется привет снег выпал shadow right привет привет большой ну что давайте пока начнем ой а я если честно кое-что забыла сейчас я вернусь и запрыскивателем до своим любимым чтобы увлажнять трубочки сейчас минуточку так ну вот я уже вернулась соскучились да ненадолго отходила ну что давайте пока начнем до 6 минут все начинаем так вот я сейчас переключу так там у нас котик лежал я думаю что вот так вот будет нормально да видно так ну что трубочки уже подготовила правда знаете я их красила сегодня днем вы не представляете они уже высохли барбара здравствуйте здравствуйте они уже высохли и мне придется увлажняйте увлажняйте но я знаете сегодня как-то очень плохо подготовилась к трансляции даже нет трансляция может быть хорошо а к самому плетению не очень это у меня утяжелитель для банки чтобы она у нас никуда ни в какое место не не упадала не падала так ну что давайте-ка начнем значит это такие более влажные трубочки это более сухие для дна так все падает все падает все упало у нас уже сегодня сегодня такой день у меня все падает лежала потом все и все понятно у нас еще пока нету снега у нас еще пока дождь вовсю можно сказать так ну как обычно мы торопиться не будем до выкладываем трубочки значит смотрите я на самом деле у меня нет никаких расчетов сколько трубочек брать для основы до для донышка ну я приблизительно это делаю потому что я раньше такие маленькие плела приблизительно я даже не знаю мне на глаз как бы высчитывается да сколько чего вот будет сколько стоечек близко они будут располагаться или далеко как-то на глаз так мешочек из 10 копеек соберите будет отличным утяжелителем у нас еще тепла нет у меня покрасил трубочки красками для батика интересный вариант елена в каком городе вы живете я из карганды казахстан мы из санкт-петербурга но живем под санкт-петербургом вот а вообще как бы под как бы под петербургом сейчас а так вообще в санкт-петербурге так такой подсвечник плетется в принципе легко я вот думаю как легче всего сделать это все дело кто плетет подсвечник вообще вместе со мной первый раз сначала я 2 на 2 возьму попробуем по крайней мере как это все будет делаться у нас посмотрим да посмотрим но все равно нам наращивать эти стоечки все равно нужно будет без этого вообще никак в этой теме какого цвета морилка покрашены трубочки беновое дерево да абсолютно точно света добрый вечер татьяна пишет у нас в москве дождь и лед но у нас тоже всем привет источник второй раз на трансляции мне все очень нравится виктория пишет здорово жаль что я могу плести но с удовольствием буду наблюдать не могу плести до легик привет у нас сильный ветер хорошо его да хорошо обязательно передам он тут рядом лежит и ушами шевелит он так на страже своего корма всем привет ладочка вы супер мастер спасибо большое но для супер мастером не ищут далеко но спасибо я буду бумагу резать анастасия пишет здорово тоже добрый вечер ольга добрый вечер так пока я вот можно сказать так вот получается у меня два на два может быть я третью трубочку добавлю сейчас посмотрим простое я донышко в этот раз делаю почему потому что его и так не будет видно она будет у нас под банкой так но подсвечник да у нас скоро что праздник этот как его господи я забыла кстати кто напомнит какой праздник хэллоуин да сейчас какой-то новомоднее такое мода его праздновать вот но те кто хочет идти в ногу со временем можно сплести тыковку на следующее занятие мы обязательно будем плести собачек новогоднюю вот эту всякую всякие такие атрибуты обязательно у нас еще октябрь поэтому сейчас мы можем тыковку сплести но в следующий раз да вот сейчас подсвечник плетем его можно и на новый год грубо говоря да и на хэллоуин очень подойдет давайте сейчас почитаю пока у меня тут схватывается быстренько почитаю чат алильчика привет чего-то давно тебя не видела как дела у тебя у меня доска крест накрест раздлинована сантиметрами удобно трубочки ложить ровно вот это здорово марку здравствуйте у нас на урале в екатеринбурге был снег сейчас плюс четыре ну значит и у нас дойдет скоро маргут здравствуйте яночка привет какую свечу ставить будете но вот в банку в банку я не знаю может быть какую-то маленькую свечку вот тут для примера у меня здесь есть такая есть чуть-чуть побольше свечка посмотрим в общем я как-то в банке зажигала тут у трафаретами делала всякие разные фигурки не было интересно добрый вечер лада анастасия пишет светлана присоединилась татьяна сегодня день учителя кстати 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 давайте мы с вами сегодня поболтаем на день учителя все хорошо спасибо просто подготовка к экзаменам все готовимся как у тебя дела все хорошо да тоже к экзаменам так вроде еще октябрь а к егэ наверно геа егэ да спасибо татьяночка большое вам тоже всего самого светлого кстати до всех учителей обязательно поздравляю с их профессиональным праздником и желаю терпения любви в работе вдохновения вот всего-всего такого самого лучшего успехов в работе вдохновения в творчестве удачи в общем всего хорошего всем желаю кто в школе сейчас работает здравствуйте всем очень люблю у вас учиться галина пишет сплела фруктовниц очень красиво спасибо большое за помощь спасибо вам галиночка добрый вечер лады екатерина обухова присоединилась добрый вечер в этом году экзамены давать понятно лад ты наш учитель мы тебя поздравляем спасибо большое сейчас кстати вот я начинаю оплетать на мою донышко да вот таким вот образом попробуем да вот таким образом оплетаю кстати цвет трубочек плохо как-то передается какой-то темное темно какая-то ерунда но оно такое темно-синее вот так что все я думаю что нормально здесь я смотрите первый ряд я плела группой по 4 да у меня вот группа а сейчас я сразу группой по 2 начинаю разъединять чего уж тут до долго возиться с ними сразу по 2 разъединяю и как бы все чем если время у нас будет да как я уже повторила плетем один вариант подсвечника если время будет сплетем и второй вариант время будет я сокращаю да теперь время трансляции потому что качество снижается после двух часов где-то и поэтому вот два часа наверное это будет максимум но два с половиной вот так вот это максимум будет то не буду долгие трансляции делать потому что качество все таки да я посмотрел июль с тобой согласна качество снижается поэтому долго не буду делать трансляции так мы плетем не торопясь я это в который раз повторяю потому что я не люблю торопиться у меня на самом деле плетется мало работ потому что я особо сильно не тороплюсь и вам не советую хотя конечно нет но каждый как бы до каждый плетет в своем темпе может быть кто-то плетет еще быстрее можно сказать да поэтому конечно смотрите по себе это вообще человек такой что я вообще медленно плиту я даже медленно рисую грубо говоря в общем все делаю медленно поэтому я работаю в своем темпе аккуратненько не торопясь светлана владюш привет светочка привет вы кто по профессии но вообще по профессии я учитель учитель начальных классов с английским но для начальных детишек добрый вечер лада все-все-все кручу трубочки слушаю вас попозже будем плести светильник здорово а бакурова елена здравствуйте а блин как же классно вы все делаете умничка еленочка спасибо так а у нас день учителя в румынии у вау поздравляю всех english на у рашин рашин а после двух часов сделать перерыв на пять минут и начать новые трансляции светлана пишет а у меня она будет загружаться еще полчаса после двух часов поэтому не знаю я как-то хотела так сделать посмотрим в общем да либо тогда будем учащать эти прямые трансляции посмотрим но пока вот на этой неделе было три прямых трансляции ну честно говоря это как бы очень так многовато да но я как бы по себе сужу то есть все равно на трансляциях мы выкладываемся и вы выкладываетесь и я выкладываюсь вот поэтому посмотрим как по силам да у нас пойдет давайте почитаю тут в крайнем случае может стоит оповещать перезапускать продолжение каждые часа полтора можно да здравствуйте дорогая лада у нас день учителя уже был благодаря вам наплела некоторым своим коллегам короба положила туда конфетки все очень хорошо восприняли эти подарки они даже были в шоке здорово конечно в шоке будут я бы тоже была в шоке тоже была бы в шоке здравствуйте ириночка елена всем добрый вечер всех учителей с праздником как ваши дела да пишите как у вас дела как прошла неделя у меня нормально вроде бы все он без всяких таких происшествий было не отходила мама пришла здорово маме привет добрый вечер лада добрый вечер всем присутствующим учителей с праздником до присоединяюсь ко всем поздравлениям лада здравствуйте мы с мамой здесь маме привет большой привет большой маме как вас много-то кстати очень много вас так я тут хорошо днем учителя дождем учителя shadow right до латочка так интересно общаться конечно я да конечно я не съел вот видишь моя версия с учителем и правда так что с праздником так михаил я трубочки когда наращиваю клеем не пользуюсь я просто их накручиваю круто и один край практически острый тогда я клеем мажу когда изделие например пувшин под воду намачиваю делу мягкую форму я на самом деле тоже раньше наращивала без ну как бы сказать без клея да но видите вот это вот скрутка все-таки со временем я поняла что она не очень хорошо хороший вид дает изделию ну как то я это поняла как-то со временем некоторые поняли раньше а я это только сейчас поняла но видите как бы как сказать кто когда понимает да грубо говоря если я вижу что расстояние уже между трубочками увеличивается то я раздвигаю вот эти группы по в две трубочки по одной трубочке вот вот таким вот образом у меня это получается я конечно хочу ракурс делать получше вот давайте так сделаю может быть так ракурс сделать то будет нормально я думаю что вот так вот привет арена привет елена у меня все отлично завтра на работу с новыми силами круто я всех поздравляю shadow right и учителей особенно юлия даже добрый пояснять круто спасибо большое дорогая привет я тоже с вами марс или на привет привет три трансляции совсем немного хотя каждый день выходите в эфир привет вашей маме всем 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 спасибо большое дорогая а я бы и с радостью каждый день но иногда вот так вот на трансляции я так выкладываюсь на самом деле то есть это кажется что они легко проводятся иногда требуется сила но то есть как вот энергии много как бы затрачивается по ощущениям по ощущениям говорю сейчас когда видео про рисунки или сделайте видео про лепку а я уже кстати выпустила видео про рисунки ариночка так я делаю салфетки вязаные прихватки мочку сделала из фетра позже хорошо хорошо светик показывай конечно фоткой показываю обязательно с примем и трансляциями осторожнее как позволить здоровье я уже говорила вы нам нужны ждем главное чтобы было это удовольствие спасибо большое да тоже так тоже так я чувствую да вот как вы говорите так и чувствую тоже да она привет как погода все хорошо у нас дожди подожди дожди как в песне пилась но сегодня кстати мы успели погулять сегодня дождя днем не было это прям вообще когда нету днем дождя дождя это прямо такое удовольствие для нас не мне прямые трансляции если честно нравится знаете почему что здесь вот как вот вот как идет так и идет то есть не надо кадры переснимать вот я оговорилась я оговорилась и мне это даже нравится а вот когда я снимаю видео это какой-то кошмар с этими кадрами мне одно не нравится другое не нравится здесь как бы ну не нравится отлично пусть идет как идет и все такие какие есть мне окажется ты бы не хотела попробовать сделать стрим лепим из пластики персонажи всяких полепить а я не умею лепить пока я бы с удовольствием но этому надо пока поучиться так так евгения здравствуйте планирую по вашему мк начать плести заинтересовать свою доченьку очень подробно все объясняет спасибо вам большое спасибо вам огромное кстати давайте я скажу что будет у нас на следующей неделе какие видео ну мало ли кому-то интересно да значит обязательно тут меня просто просили снять видео о моих рисунках поэтому я сняла уже видео на следующей неделе вот это все монтирую выкладываю дальше материалы в акварели но это не по плетению да а дальше по плетению тут я кстати отклоняюсь в сторону по плетению снимаю мастер-класс по плетению ящерки по плетению колясочки далее плетем собачку мы в прямой трансляции это не отдельный мастер-класс будет в прямой трансляции вообще очень много кстати в просьб что-то плести в прямой трансляции но я постараюсь это все реализовать это очень-очень много всяких запросов таких интересных вот но посмотрим в общем ящерку и колясочку обязательно это отдельный мастер-класс у нас будут дальше завтра я все-таки все-таки выкладываю видео с узором ситцевое плетение выкладываю хоть меня там обвиняют во всяких плагиатах но тем не менее вот раз уж все тоже выкладывают почему я не могу выложить вот дальше что у нас дальше вот так по загибки тоже выложу видео обязательно ну в общем то как то вот так вот дальше мы сплетем вот новогодние всякие прибамбасы подставочку для бутылки в виде елки будем плести в общем дел у нас конечно не в проворот сами видите и так и так вот у нас все вот у нас донышко сплетено вы знаете я вот у меня некоторые спрашивают да вот как вот высчитать сколько вот таких там не знаю трубочек сколько чего сколько этого я если честно не могу сказать я все всегда делаю на глаз мне как-то сложно вот с этим вот совсем сейчас я что делаю сейчас я вот здесь прямо наращиваю новые трубочки стоечки почему я это делаю я сейчас поясню смотрите у меня будут будет здесь перекрещивание стоечек да вообще они очень такие короткие получаются да сейчас покажу вот такие вот они даже до высоты банки не доходят и получается что я их сейчас наращу вот в этом месте до в этом месте про плиту именно даже место выплету место наращивания стоечек и потом они у меня просто чистенькие пойдут по как бы по длине грубо говоря и я могу ими же делать еще и загибку вот поэтому сейчас буду наращивать 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 для этого в этот раз тоже да я пользуюсь вот этим моим любимым методом но и вообще мне он больше всего нравится я просто обрезаю вот эти вот стоечки пока я обрезаю эти стоечки я сейчас почитаю чат очень много всего вы написали так 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 свете не понравилось сообщение shadow right понятно всем добрый вечер светлана приятного общения спасибо большое так 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 всех с праздником недавно осваиваю наталья козлова написала по моему насчет лепки да добрый вечер все марина мазур просто много вас тут пишут поэтому я стараюсь всех прочитать со всеми поздороваться так как у вас дела все хорошо любимое хобби олег нам присоединился привет привет лада прочитала стране мастеров про кручение трубочек про конец скрутки у кого два сантиметра некоторые даже полтора теперь на этом зациклилась вы тоже когда скручиваете на это обращайте внимание нет кстати я на это не обращаю внимание совсем у меня кстати длинный такой конец вот сама скрутка занимает два с половиной сантиметра но я просто обращаю внимание на трубочки то есть чтобы они вот как бы не были слишком полы то есть вот тут вот она я так показываю вроде бы такая нормальная но и вообще обращаю внимание на то какой она длины то есть она все равно не будет длиннее той ширины полоски которую вы используете я так это себе представляю мне всегда так получалось так у меня сообщение не прошло бывает такое лада кленовые листочки будут н.к. уже выпустила уже уже есть на канале вот вот очень большое эмоциональное напряжение нужно время чтобы набраться сил да ириночка точно насчет дождливого пятера летом жителей санкт-петербурга все мы шокированы появлением небе огромного светящего шара главное не бояться да и не звоните вам часто ура я с вами они тебе завидуют давай уже я уже вообще не обращаю внимание уже да и уже тут мозги вправе ли хорошо и вы и муж и молодцы а сколько можете в день накрутить трубочек я тысячу ой я на самом деле так но если сидеть так крутить до тысячу могу но сейчас последнее время как-то я не особо много кручу трубочек ну так для мастер-классов в основном ну как-то вот у меня сейчас накручена полторы тысячи они пока у меня лежат и и в общем у вас написано трансляция до транс диации ну круто да сейчас мы исправим это все сейчас исправим все исправили вроде бы исправили спасибо большое так а ха 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 яночка спасибо у меня наращивание большие проблемы уходят очень много времени но тут ничего такого серьезного нет смотрите я все это обрезала под но видите да под уголочек и начиная вот так вот складывать тут мне ножницы конечно помогают но тут не просто неудачный ракурс а на самом деле все это происходит очень очень быстро вот так вот на два у нас кстати соседи ругаются и не знаю наверно вам не слышно конечно мне очень хорошо слышно так сплети банку для кофе ну банки для кофе оплести как бы наверное это не практично потому что кофе туда не высыпешь вот оплести банку для кофе можно люльки в планах у вас нет большой нет а вот маленькая люлечки есть в планах маленькая такая вот ну для призы презентиков всяких и так далее так далее а большой нет но больших сайте девчонки плели там в группе очень много есть она плетется люлька то как кота дом только просто половина получается у нее место занимает вот эта крыша половина люльки как это дом тоже берете вот как я крышу плела и я думаю что можно это плетение приспособить а когда вы будете плести подставку под елку не знаю но ближе уже к новому году но в как там получается в конце октября до наверно в ноябре ну что-то такое вот сейчас вот я все вот это смазываю клеем наращиваю теперь беру трубочки кончики никакие не обрезаю здесь я наращиваете как его стоечки поэтому в этом нет нужды и вот так вот они очень хорошо заходят смотрите хоба их оба прямо до конца плетения они у меня зашли очень хорошо главное сложить вот эти кончики да они складываются и очень все хорошо входит так быстренько чат прочитаю пока очень много сейчас у чего написано с ума сойти но 400 трубочек 1000 вот если я конечно сяду и буду крутить там не знаю даже у меня трубочек 140 в часто точно получается если я конечно сяду и буду вот так вот крутить 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 то конечно до 1000 у меня выйдет но я такой человек мне нужно разнообразие в виде деятельности в деятельности поэтому мне сложно вообще сесть вот так вот и крутить постоянно поэтому видите у меня на канале не только плетение еще и рисование потому что я не знаю мне нужно как-то отвлекаться вот от основного как бы рода деятельности не могу иначе так у соседей уже что-то кидается в стену вы можете представить ладно надеюсь что они не выйдут за какие-то рамки так сын недавно женился хочется сплести люльку но вот я говорю что она очень похожа на плетение кота домика очень очень похоже просто в кота домики вы по кругу идете на плетение да вот этой вот как бы шапочки да в люльке в люльке там вы просто половину берете и как бы как и оплетаете половину люльки грубо говоря но там тот же самый принцип то есть доплели до одного места повернули в другую сторону плетете дальше можно проволоку вставить в сам каркас юль люльки вот в шапочку грубо говоря вот в эту вот в капюшончик да или как-то называется даже вот так вот нарастили немножечко я дам сейчас зафиксироваться всему этому совсем чуть-чуть пускай полежит сейчас я чат прочитаю и будем и будем плести дальше мне тоже такой метод наращивания стоек нравится да я отходил классика не могу ержан спросить пока не могу он там в комнате не кричать же сейчас выйдет я спрошу всем добрый вечер здесь разговор шел о погоде дождик у кого-то идет а у нас сегодня первый снежная пурга было ого вот это да спасибо лада то как трубочки крутить уже на при как на прием стоматологу смотрю не первый раз сейчас только решил подписаться фанат здорово спасибо за подписочку лада подскажи пожалуйста что мне делать покрасила трубочки окраска остается на пальце красила колером добавляла лак в воду и грунтовку как мне теперь это исправить очень интересно если вы еще добавляли лак и все равно трубочки красятся добавьте чуть больше лака сколько добавляли лак давайте так сколько добавляли лак так звук есть а вот движение на экране замерла значит выходите и заходите заново они нее же так лада у вас на трансляции косы была была трансляция косы всего изделия так хочется увидеть как ты плетешь у других полицейских плохо понятно они показывают для специалистов и мне все непонятно косы да то есть это вот как бы как я полочку плела до узором косы сколько по времени хранятся изделий из трубочек у меня вот одно уже хранится 9 лет сплети по нос рисунком то можно вообще считаю что грамматические ошибки можно всегда исправить а вот жизни ошибки совершить сложно исправить порой невозможно но это до этого правы действительно жизнь жизнь такая штука что тут ошибки лучше не допускать хотя почему лучше не допускать нужно допускать чтобы на них учиться да как мы еще будем учиться видела в интернете часы якорь может быть когда-нибудь да можно можно у меня вроде бы неплохо но так аккуратно как у вас не получается но это может на камеру так видно людмила привет привет нашла на просторах интернета очень интересные подсвечения успела вам с фото да хорошо хорошо давайте я не всегда а насколько сможете да хорошо скажи обрезки трубочек как-нибудь используешь пока нет какой кумент хоба до прочитала мк листочков мы уже сестрой видели и нарисовали а вот кленовых на голубом фоне нет очень хотелось бы нарисовать а кленовых это тех которые у меня были на фото что ли да о гость 1000 трубочек за 7 часов здорово лак добавлял одну столовую ложку насколько воды полиночка насколько воды добрый вечер она здравствуйте сколько человек чате так слушать плети 3d радугу типа туле цвета так и зубно посмотрим посмотрим на самом деле уже как пойдет так сейчас 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 я поверчу и посмотрю как у меня тут пойдет это вся тема а то есть она идет вот так вот так то вся тема идет ну понятно ну все вот начинаем и плести здесь мне плести не очень удобно потому что я нарастила стоечки видите и как бы сейчас начинаю оплетать но что я сделаю я сейчас сделаю первый ряд плетеный я плету с получается слева а справа налево неудобно мне сейчас это плести потому что но как-то вот я раньше плела такое а сейчас мне неудобно стало но ничего страшного ничего страшного надо всегда разнообразить свою деятельность правильно это мы сейчас баночку оплетаем но баночку я убрала и сейчас вот я оплетаю как бы стоечки пока без баночки это у меня получается я как бы продолжаю до плетения но вы увидели да я его продолжаю все понятно тут плохо наращиваю до который на фото это акварелью ну давайте давай повторим хорошо повторю обязательно я говорю что можно сделать вообще прямую трансляцию по акварели в понедельник можно вообще тоже устроить почему бы и нет вот эти листочки нарисовать в понедельник например да здесь мы тоже ракурс я еще раз повторяю не очень удобный поэтому я тут сейчас буду как курица лапой но тем не менее уже я не стану это все менять потому что иначе мне придется направлением менять изначально всего плетения вот поэтому пусть остается так тем более что сейчас сложновато потому что первый ряд у нас первые ряды всегда сложны да вот при переходе 1 к стенкам но я всегда призываю не бояться всегда призываю не бояться и продолжать это делать вот так постепенно мы поднимаем наши стоечки постепенно причем сразу практически на 90 градусов потому что они все равно у нас ложатся да вот а мы их раз взяли и подняли пока сейчас почитаю нить пусть и так кстати семейное дерево кстати здорово вау shadow right на это вообще идея из идей просто семейное дерево слушая вот это мне идея конечно очень понравилось сплести семейное дерево чтобы можно было нацепить фотки у меня даже уже идея возникла а давайте как-нибудь действительно слушай спасибо тебе большое у тебя прям мозг-то варит варит здесь мы потом подтянем все нормально будет мозг-то варит так мы с вами сейчас в одном режиме плетем только я корзинку для улитки здорово магазине ткани продают золотую нить с нитью не пробовали плести нет пока не пробовала а как это типа что прямо в плетение до нить пустить плетение как вот людмила да пишет я опоздал у меня беда после покраски 300 трубочек раскрутилась пыталась хоть что-то спасти завтра в срочном порядке побегу искать клей момент давайте это очень хороший клей там точно ничего не расплетется точно ничего не расплетется клей момент это нужная вещь вот так получается ой так получается но мы еще подтянем немножко да все это все это пока в сыром виде смотрится потом еще я собираюсь это все патиной пройтись сверху все смотрите смотрите у нас первый ряд проплетен теперь я могу смело поставить сюда баночку да и теперь мы будем баночку оплетать сейчас я вот так вот помещу как вам видно напишите видно ли хорошо все хорошо ли все видно и пока пока у нас так вы понимаете здесь мы оплетаем уже самую баночку то есть мы ее потом не вынимаем мы ее потом как бы оплетаем уже вместе с ней изделия вот поэтому у нас плетется совершенно спокойно вместе с формой то есть мы как бы форму используем для внутреннего наполнения но я уже конечно ту раз это все сказала ладно давайте сейчас чат почитаю так можно было перевернуть и было удобнее плести можно стоечки большие они будут об стол а мне нужно чтобы вот эти стоечки оставались пряменькие не ломки не ломки вот и поэтому что я делаю я просто вот так вот держу форму держу баночку и начинаю оплетать параллельно конечно наращивая трубочки так а если человек вообще рисовать не умеет можно научиться можно можно научиться я вообще считаю что не надо бояться если вы хотите себя выражать посредством как бы работы с красками посредством рисования берите кисточки берите краски и сначала просто берите рисуйте все что вам пришло в голову линии узоры какие-то может быть не знать переливы цветочки берите и просто папа как бы подружитесь с краской а потом уже когда вы поймете как кисточкой работать как ее лучше всего держать как лучше не знаю смешивать краски так далее так далее тогда уже берите там грубо говоря если вы хотите тюльпан рисовать берите фото смотрите или там какие-то мастер-классы но сначала вот попробуйте просто с красками поиграться вот как детишки берут краски и у них знаете я когда с детишками преподавала рисование у них вот такой восторг вызывает смешение цветов что просто им не нужно как бы особо вообще рисовать что-то там они просто любят мешать цвета и от этого уже у них столько радости происходит если вы не против я наверное все таки возьму сейчас подставочку подставочку на которой будем с вами плести подсвечник потому что я вижу что вам вообще ничего не видно да и так ты не особо видно как-то вот не знаю давайте вот так вот может быть я сделаю вот так вот видно да хоть что-то что я плиту вот у меня пошло постепенное постепенное оплетание в общем пошло моей этой самой банки вот она идет давайте сейчас чат почитаю за кадром слушаем громкие стук это это уже не соседи это уже дождь соседи замолчали слава богу но там кстати гремела что-то у соседей я думаю что они конечно очень хорошо тут у нас воюют и мне кажется что что-то они друг друга кидали да кстати про обрезки разноцветных трубочек лада может быть мозаику на украшение на картонную крышку мне кажется у вас получится особенно красиво как например дома домик она можно до александра милошевич здравствуйте там у вас что-то сообщениями до пошло ой сколько вас много в чате я не могу всех даже прочитать так меня просветили так хорошо кропотливая работа приветики давно не попадал на трансляции приветики саша как у тебя дела расскажи все нормально ли да не видно тебя было давно не видно у меня еще в планах такая ажурная корзиночка очень хочу попробовать я кстати говорила же в прошлой трансляции когда мы полочку доплетали что я купила вот такую вот леску для триммера это не рыболовная леска это леска для газонокосилки и она в диаметре 1 и 3 миллиметра то есть для меня подходит я кручу на спицу полтора и она очень хорошо входит в трубочки вот в прошлой трансляции я показывала эту покупку слушайте леска офигенная вот честно извините за такой сленг и купила я ее в строительном магазине то есть даже в рыболовный магазин не надо ходить у нас например нету рыболовного магазина поблизости у нас есть строительный вот так что если вот у кого-то тоже нет рыболовного идите в строительной и спрашивайте леску для триммера но если конечно диаметром вам подходит вот хочу ажурную корзиночку сплести посмотреть как это леска в деле то есть загибочку вместе с ней сделать но сейчас пошло уже побыстрее потому что как бы и ракурс то пол легче стал плиту вот на этой подставочки и мне очень даже легко так давайте сейчас чат быстренько прочитаю очень-очень много прямо тебе к празднику спасибо я тут все хочу вас сгоношить поговорить об учителях и о курьезных всяких ситуациях которые у вас были в школе наверняка вы помните может быть я понимаю что некоторых уже прошли те года до школьные но все равно все равно наверняка помните что что-то такое смешное было мы я помню в одной из трансляций там делились и разными моментами школьными и мне кажется что это очень интересно это же там вам расскажу сейчас чат прочитаю пока наращиваю так самый хороший клей михаил говорит с пластификатором пва хорошо спасибо будем знать всем добрый вечер эллисон пишет я проще а я прощаюсь наоборот верши работы делаю послушать хорошо юль а это уже наверно ушла юль пока пока я не помню ты про санки ответила старость не радость про санки ответила да что мы будем плести саночки саночки да ты мне еще напомни вконтакте хорошо свет я иначе вообще иногда просто все забываю белочка привет присоединилась оповещение не пришло проверь колокольчик пожалуйста потому что вот youtube опять что-то творит непонятно и некоторым даже в свой аккаунт не войти к сожалению но это все каналы страдают сейчас все подписчики каналов так что посмотрите пожалуйста на колокольчик проверьте я уж всем не стала делать такое оповещение прям нас к на канале для всех да я вот делаю в трансляции сейчас вот так здесь кстати мы плетем и аккуратно очень уделяем внимание нашим стоечкам чтобы они у нас не загнулись в ненужные стороны вот так вот вообще видно да как я делаю может быть может быть кто-то там скажет счет там она своими руками всякие штуки делает ничего не видно так при 3d прямо семейное дерево слушая но я постараюсь конечно блин ты мне такую задачу дал это конечно да ну надо постараться да так ну давайте посмотрим что у нас получается вот что у нас получается в принципе все достаточно аккуратненько да в принципе аккуратненько все так все хорошо плетем дальше я тут уже тороплюсь что-то я всегда тороплюсь мне кажется что время время бежит надо все успеть так что не переживайте будем плести в прямых трансляциях мне тоже нравится такая деятельность наша спасибо вам что заходите данной трансляции мы вместе тут это сам плетем я берется делала мозаика очень интересно смотрится людмила пишет вау здорово так привет из одессы вау одесса одесса обожаю одессу смотрю трансляции лежу с своим любимым котиком с пасеком кручу трубочки круто привет натали лада может правда придумаешь мозаику но надо подумать дальше милая что-то это много так что-то запросов то посмотрим добрый вечер всем галина здравствуйте опоздала буду крутить трубочки смотреть ничего страшного потом повторите обязательно спасибо сама еще нужно запчасти сделать для заколок канзаши молодежь послушать хочется соскучилась я тоже так надо рисовать и делать все своим трудом я начинала вот кстати белочка начинала крутить трубочки с клеем карандашом и ничего не расклеилась да я что хочу сказать это зависит от бумаги я раньше плела из газетные бумаги но если вы посмотрите там раньше мастер-классы были то есть у меня не было тогда потребительской чистой бумаги были такие газетные и что хочу сказать вот эта газетная бумага у меня выдерживала я ее карандашом клеем склеивала эти трубочки и ничего вообще не расклеивалась но как только я начала крутить трубочки из вот этой бумаги из чистой потребительской так вот она не выдержала клей-карандаш клей-карандаш ее просто не схватил кстати вот в сравнении вот эти трубочки из чистой потребительской бумаги намного тверже чем те из газетной то есть я те из газетной даже могла не смачивать не увлажнять они у меня прекрасно вообще плелись пленоси из них вообще здорово и короче была довольна вот из этой бумаги все-таки нужно и дополнительно как-то увлажнять и в общем-то работенки птп прибавилось да по сути что такое пластификатор так я пошла вязать на заказ пирожное лерочка пишет привет привет дорогая хорошо на заказ пирожное здорово так и да тихо надежда привет из иванова лада здравствуйте алла добрый вечер так алиночка бровка присоединилась привет привет я видел один раз как утюгом рисует мажут восковыми а кстати я тоже видел но я видела как утюгом рисует по этой как это называется что носят по футболке вот все видите у меня уже задвижки так сфотку когда сделаю обязательно всем здравствуйте анастасия какой клей карандаш использовали какой-то из фикс прайса использовала честно я уже даже не помню татьяночка присоединилась привет дано привет хорошо спасибо как у вас бога у спайпер сырье можно найти там где мамы или может быть сделано с каким-то базовым материалом сур и батай айдон танды стенд йор и оценка ладочка поздравляю тебя с праздником пишет андрей спасибо большое спасибо да давайте делитесь давайте делиться теми историями которые у нас и у вас произошли в школе ведь это мне кажется очень интересно такие какие-нибудь такие интересные истории сейчас я чат прочитаю до конца дойду потому что мне еще до конца не дайте ну вот в принципе вот от этого места мы можем как бы уже так четыре а тут пять у нас да а значит вот до этого места я до плиту то надо пометить так вот до этого места я плиту получается да до этой и потом уже будем со стоечками как-то решать вопрос так быстренько сейчас чат прочитаю так ирина добрый вечер какое расстояние должно быть между трубочками при плетении совушки приблизительно полтора два сантиметра у меня это было 19 рядов диаметр 24 пан сантиметра при выплитании кармашка у меня получилось такое маленькое расстояние между трубочками что я даже не смогла сделать загибку вся работа пошла на с марку вот как но полтора два где-то колокольчик включен странно но это видимо глюк просто как обычно белочка то глюк из казахстана здравствуйте екатеринка пишет восторге от моих работ спасибо большое лада может надумать и сделать люльку пожалуйста других смотрел ничего не поняла о еленочка ну давайте так вот мы новогодние эти закончим давайте да и хотя не знаю наверно поздно уже будет или еще не поздно там еще не родили никто здравствуйте из одессы алина бровка пишет вот и здесь и баут висе за вывен фрома не успеет юбс сплела так ладно у тебя до сих пор таку бумага летуного купила до сих пор то ну уже заканчивается я вот думаю что новогодние мы штуки про плетем и наверное она закончится еще мне гномодомики надо сплести тут на подарок на заказ не знаю может быть придется еще заказывать ну придется еще заказывать в общем посмотрим конечно так в прошлом году сломал руку левую в школе офигительная история ну что поделать до сплелась у меня корзиночка пыталась прямыми углами со шпажками еще потренирует будет ровнее да саша там тренировки тренировки у меня кстати тоже вообще с этими прямоугольными с этими углами ничего не идет нормально но что-то такое сплелось там самое главное нужно плести не расстраиваться и тренироваться так здесь смотрите я уже закончила в принципе плести да у меня здесь пять рядов здесь пять рядов да и вот здесь вот закончили плести а по сути мы можем закончить смотрите из несколько вариантов я например по крайней мере придумывала несколько вариантов но это из что-то в интернете находила сейчас быстренько прочитаю и о чат сейчас до конца бравка ссоре извини алиночка извини так ладочка с днем учителя всего всем хорошего настроения до свидания ириночка до свидания добрый вечер не на я буду ждать спасибо большое лена хорошо сплите к новому году гигантскую елку с высотой тебя а из уж такие идеи у тебя смелые мне сплошные глюки чат не грузится писать могу а корректировать нет но кошмар но ничем мы тебя прощаем из что белочку белочка у нас одна белочка да да я насчет углов не расстраивать новые сплиту не беда правильно ну что смелые смелые до шадурайт есть несколько вариантов сделать подсвечник давайте мы посмотрим какие кстати грузик мы можем уже вытащить без грузика давайте посмотрим вот такой вот вот так вот оплетается и смотрите что мы можем переплетать вот эти вот стоечки да вот они переплетаются совершенно свободно допустим так вот у нас что-то такое ажурное пошло мы можем продолжать это плетение только плести через одну стоечку но грубо говоря вот мы одну оплели сейчас да и начинаем вот эту вот то есть она у нас вот так вот на бок идет сейчас посмотрим как это все будет выглядеть вот так вот на бок идет а эту стоечку например не трогаем а при последующем мы вот эту вот стоечку будем вот здесь оплетать то есть смотрите мы проплели вот этот ряд вот один у нас пошел вот вторая у нас стоечка пошла через одну одну мы оставляем одну мы вот так вот берем я не знаю что получается но что такое получается вот одну вот так вот взяли а потом мы когда вот дойдем до этого места грубо говоря да вот мы до этого где то дойдем место мы начнем оплетать вот эти вот стоечки напишите какой вариант вам нравится то есть первый вариант мы грубо говоря стоечки перекрещиваем и оплетаем уже новым рядом вот здесь начинаем новый ряд вверху и и перекрещиваем и их вот так вот а второй вариант мы вот так вот наперекосяк сначала одну партию стоечек да наперекосяк потом вторую партию стоечек жду ваших вариантов как насчет елки личка ха ха не знаю так но насчет грузик это корм лёвы нет это бабы бабы я их мешочек я их мешочек положила и вот такое вот здесь видите пространство сделала чтобы потом их можно было хоба вот так вот и они отлично прячутся внутрь вот на насчет школой если я шел и школы мимо дома от бабушки то родители знали что я получил да иду просить у бабушки защиту ой как замечательно то хочешь чтобы лада так понятно ну что ж такое то ладочка чем окрашены трубочки и беновое дерево второй вариант интереснее давайте попробуем второй вариант можно оплетать сразу крест можно можно оплетать сразу крест давайте я поэкспериментирую дам в принципе это же ничего не будет правильно этот ряд закончить оплести выше на перекрест ну да но хочется чего-то такого интересненького да мне как всегда хочется интересненького татьяна собаки все равно к сожалению надо придется вас оставить свой да ну что делать лада спасибо что не удаляете свои трансляции ольгу лагоду всем миром просили не удалять трансляции youtube но она почему-то проигнорила все просьбы ну вы знаете много негатива тоже идет в плане того что я не удаляю трансляции потому что некоторые люди когда смотрят да грубо говоря но вот эти трансляции уже которые закончились до встречи можно будет потом этот раз и конечно конечно я не удаляю никакие трансляции нет конечно оставляю вот как бы много негатива тоже я получаю там некоторые пишут ну вот что это за мута тень извините за выражение да там дребедень всякая вот вы сидите болтаете ничего попутного нет мастер-классов никаких нет ничего вы тут включаетесь вообще но я что решила я самого начала решила не удалять трансляции у меня были такие вот самые начальные если вы посмотрите вообще историю канала у меня были самые начальные трансляции самое начало и знаете еще не удаляешь трансляции для истории да ну вот ну вот не знаю это как история так как твоя жизнь или же включая что-то можно посмотреть грубо говоря какие-то моменты я знаю что как и негатив получает так и позитив сплошной некоторые люди пишут мне что они реально под моей трансляции его чем-то занимаются неважно плетение это рисование там кручение трубочек но как-то я их успокаиваю я так думал подумала да не стоит удалять действительно потому что негативных мало отзывов позитивных больше да и зачем собственно удалять это работа да там очень много нюансов в трансляциях показано ну как бы ну не знаю ну да но с другой стороны понимаю у тех которые удаляют трансляции возможно они не хотят себя видеть каком-то там другом свете возможно они просто так чистят канал то есть оставляя там просто мастер-классы грубо говоря на канале ну то есть да у всех конечно свои вот эти вот свои тараканы грубо говоря школьники это не он где так добрый вечер леска рыболовная дешевле и 100 метров а для триммера намного больше согласно да ну у нас просто рыболовного магазина нет к сожалению у меня была коробка полная пуговицы один раз я шкатулку имя полепил и получилось классно это я на заметку может пригодится а да тоже такой вариант рассмотрим давайте давайте тогда второй вариант попробуем а вот что то такое знаете у подсвечника подсвечника главное не то как вы тут по техническим всяким характеристикам правильно плетете а то какой рисуночек можно получить при зажигании вот там свечки тут же всякие такие узоры могут появиться а так давайте почитаю ваши эти я в школе была примерно и хорошисткой но был случай когда мне захотелось прогулять договорились тремя девчонками набрали еды чтобы пикник сделать и просидели до обеде до обеда в карьере здорово у тебя ручки золотые то очень хорошо сделал начала спасибо не обращайте внимание на уродов они сами ничего не могут но зато любят писать и другим всем гадости спасибо большое спасибо да это же так думаю люди не удаляют трансляции чтобы после смерти их посмотреть ну да кстати я мужу всегда говорю не будет меня будешь мои трансляции смотреть так ну что я начинаю плести второй вариант здесь здесь просто так вот нагибаю стоечку грубо говоря и продолжаю вот в таком ракурсе плести а это стоечка у меня вот вот туда вот идет одно пропускаю беру одну тоже ее нагибаю вот таким вот образом посмотрим что будет вот из этого вот так вот начинаю плести посмотрим но если ничего красивого не будет то придется расплетать но я люблю эксперименты и вот так вот почти по спирали я это все продолжаю вот так грубо говоря да так 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 я думаю удалять не надо ролики если кому то нужно он всегда может получить информацию да тем более что в этих роликах в трансляциях даже больше информации чем в мастер-классах намного больше как бы и ценной информации тоже я считаю что до их не надо удалять конечно но тут уже видите тут уже желание самого автора просто есть такие каналы они реально удаляют трансляции потому что они хотят на канале оставлять только мастер-класса то есть такой чистенький канал будет ну как бы с точки зрения с точки зрения оформления канала он чистенький но я не считаю так я считаю наоборот что лучше лучше как бы о людях думать они об оформлении канала но это тоже как бы да но и о людях думать тоже нужно грубо говоря если люди уж тем более просят ну правильно мы же с вами вот не знаю я это делаю только потому что ну и потому что мне нравится да это делать и потому что грубо говоря это нужно людям вот не знаю получается наверное ерунда но посмотрим в общем что получается посмотрим я сейчас дошла почти до начала вот что-то такое получается даже можно наверх вот так это все грубо говоря вот так наверх так и сейчас мы пропускаем вот эту вот трубочку и берем ту которая у нас вторая трубочка за ней вот так вот в общем какая-то ерунда получается сейчас посмотрим да ерунда 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 мне не понравилось расплетаем все-таки что-то такое хочется новенькое попробовать что-то новенькое хочется попробовать поэтому мы сейчас все расплетем где у меня тут наращивание было видите чем прямые трансляции хороши пожалуйста поэкспериментировали посмотрели так а в мастер-классе я уже покажу готовый вариант спасибо большое учителя нам верили на слово и вообще я сама себе записки о плохом самочувствии писал так как почерк был как у мамы и не хотелось этим заниматься здорово у еленочки интернет глючит жаль выйди и зайди наверно заново будет лучше наверное у тебя стол мокрый где трубочки перед тобой лежат до трубочки передо мной стол немножко мокрый я тут смочила привет у меня новая ава здорово поздравляю мы сейчас плетем под сне подсвечник с нами вся страна потом с причем скворечник будет неожиданно весна ой михаил здорово 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 так ну что давайте тогда действительно вот крест на крест можно будет либо тоже второй вариант можно просто по спирали вот так вот каждую стоечку оплетать просто по спирали подниматься вверх тоже очень интересный такой вариант давайте так проголосуем заново мне второй вариант не понравился теперь заново голосуем либо вот этот вот вариант а и сверху уже мы начинаем плетение либо по спирали вот так вот потепенно двигаемся наверх тоже очень интересно будет я вставил ленту а потом уберу и будет классно думаю думаю да по спирали давайте попробуем давайте это называется кто 1 кто 1 это самое да давайте по спирали то есть я постепенно я начинаю поднимать тут кстати никаких узоров я не делаю вот тут мы тоже смотрим чтобы у нас стоечки были ровно до стояли вот вот так вот да то есть вот мы начали вот так вот поднимать а здесь можно нарастить чтобы потом не думать об этом качество спасибо минус качество что ли плохо плохо тогда зачем нужны эти трансляции если потом их удаляют можно же сразу сделать мастер-классы согласно да я полностью вот согласно как бы с вами я не знаю зачем если честно но вот я уже сказала либо просто люди как бы стараются сделать свой канал чистеньким все-таки прямые трансляции они прямые трансляции некоторые люди специально создают даже отдельный канал чтобы на основном канале не делать прямой трансляции чтобы он был чистенький только мастер-классы там или вот если какие-то видео только вот такие видео по тематике там какой-то до своей ну не знаю вот как бы вот такие вот у меня мысли но мы все равно не зайдем не как бы не погрузимся как бы как не зайдем в голову другого человека да то есть его мысли мы все равно не прочитаем что там у него в голове но я считаю да что не надо удалять трансляции тем более по таким вот технологиям как плетение например я смотрю очень многих акварелистов сейчас но вот художников да и они проводят трансляции и они не убирают трансляции то есть у них трансляции на канале есть и как бы я благодарна потому что я очень многое познаю в трансляции очень много узнаю и конечно это безумно помогает даже чем тот же самый мастер-класс потому что мастер-классе говорю что очень много пропускается да ну так вот как бы вырезается пропускается хотя я говорю что есть такие которым не нравятся эти прямые трансляции и начинается там вот что такое не что такое хотя таких меньше ольга сделала делала улиточку а а я не успела посмотреть ее трансляцию хотя она оставила ее на два дня на два дня мало конечно да на два дня мало хотя бы на неделю там как бы не знаю мне кажется что два дня мало не у всех есть возможность у меня некоторые трансляции аж через месяц некоторые находят смотрят я не успела посмотреть так в итоге не смогла посмотреть как делается жаль когда тебя просят такое количество можно пойти навстречу безусловно я согласна я согласна так немножко вот так вот вот так вот постепенно просто мы делаем постепенное понижение да поэтому мы вот таким вот образом скорректируем тоже такое тоже что-то интересное будет потом мы еще патиной все это покроем все так вот уже вот пошли мы на вот сюда вот как игру сейчас 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 мы вот так вот вот поднимаем да вот она у нас поднимается да поднимается и оплетается уже горловина баночки горловина баночки вот со стоечками аккуратненько я сейчас так сосредоточена на плетение поэтому немножечко замолчала стримы это шутка где люди могут общаться делиться мнением и сжать угорать офигевать ламповость учения взаимопомощь согласна да ну стримы трансляции как бы это архив или как библиотека где мы можем найти то что нам надо не надо удалять конечно да воспоминания как так ну да у вас очень красиво получается кстати давно хотела посмотреть как изделие покрывается потиной ну вот сегодня посмотрим только я губки для этой цели не нашла будем немножко другой вариант использовать вместо губки я вам покажу что можно использовать что в хозяйстве нашла у лагады можно купить ее трансляцию по плетению улитки цена символическая 50 гривен ну вот видите может мне тоже такое начать делать а то я тут сижу пропускаю все а можно на противоположной стороне добавить две рабочие трубочки и плести по спирали да кстати можно что такое патина это типа состаривания изделия либо покрывание изделия вот каким-то таким сверху легким цветом вообще это состаривание изделия да ну патина уже называют такое легкое легкое покрытие еще сверху цветом здесь мы немножечко вот так вот мы же еще свечку зажжем она у меня приготовлена для того чтобы посмотреть вообще как это все выглядеть будет вот так можно вообще опустить грубо говоря это тут уже вы по это самое поэкспериментируйте это можно конечно две трубочки вот отсюда пустить и вот так вот по перекрестному посмотрим что то сейчас посмотрим сейчас я доплету вот эту горловину можно кстати ручку сделать к этому подсвечник у попробовать да можно попробовать ручку сделать вы представляете у меня была баночка которую я подготовила для этого подсвечника я даже ее показывала на трансляции в понедельник что вы думаете я ее разбила пошла в магазин хотела купить две баночки для двух подсвечников и что вы думаете там была только одна в общем называется судьба да а как можно купить я даже не знала так это тут уже обсуждают покупку расскажу историю вы пока тоже думайте над историю какой-нибудь смешной которую вас приключилась в школе она может и не смешной такой но запоминающийся был у нас урок музыки это было кстати в классе третьем наверно если я не ошибаюсь или в пятом у нас как у нас сразу третьего был пятый класс это потом уже сделали четвертый и вот у нас была музыка и мы сидим поем песенку и тут я вижу у нас кстати музыка была на первом этаже на самом первом там рядом еще туалеты у нас были на общем не очень хорошее место для класса и тут я вижу мышку у доски реально мышку я короче заорала мышка смотрите короче конечно для меня это был шок но представьте школе мышка я так еще воспитана была что как бы школы это такое заведение в общем в итоге дети они жестокий народ меня потом дразнили очень долго этой самой мышкой но самое интересное что я помню что учительница на меня начала ругаться вот вы представляете сейчас да увидеть мышку в школе да придет сам эпидемстанция там всякие другие инстанции начнется разборки а тогда она меня аж даже начала ругать что типа как тебе не стыдно во первых срывать урок а во вторых что ты мышей раньше не видела вот такая вот история была хотя дело не в том что я не видела мышей я видела мышей да причем еще и земляных крыс больших то есть но это где было это было в деревне или это было там не знаю на природе там где-то уместно а в школе для меня это было вообще неуместно поэтому было просто шоком вот такой вот случай конечно случае очень интересное до сих пор вспоминаю как меня еще дразнили да сейчас забавно это все забавно это все вспоминать вспоминать так 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 а я поняла пустого места будет меньше ну в принципе это же подсвечник белочка до 2 это же подсвечник тут должно быть что-то такое что вот ну через что будет свет проникать мы кстати свечку то зажжем не переживайте зажжем свечку может быть сегодня успеем еще один подсвечник сплести я очень хочу вот не знаю как получится по крайней мере начнем а там уже как получится тем более что сейчас час двадцать два посмотрим я быстренько сейчас все это сделаю быстренько все это сделаю трубочку мне это не нравится вот хорошенькая здравствуйте ладочка женя присоединилась присоединяюсь к вам с опозданием ничего страшного у нас за это не ругают к зиме кормушку для птиц ну давайте как мы вот все закончим там с вами так обязательно сплетем на там нужно конечно ее покрывать уже не акриловым лаком на водной основе каким-нибудь полиуретановым или алкидным на алкидной основе лаком яхтным например чтобы зимой она у нас не развалилась вот ну посмотрим посмотрим как успеем отвлекли я нечаянно отправила по свечи подсвечник можно сделать подвесной вот у тети беседка вот так можно повесить думаю завтра сплету и парочку вот такой крест-накрест до крест-накрест тоже можно и подвесной да вот по поводу ручки тоже можно все это делать сейчас посмотрим сколько у нас а вот последний доплетаю последний ряд хочу прямо вот чтобы у нас край баночки убрался спрятался как бы под сами трубочки ладочка я реально сплести а реально сплести свадебную беседку у меня мечта научиться ее плести я специализируюсь на свадебных изделиях на заказку по грамме плетение еще свет дизайна занимаюсь а вот эту беседку это типа в натуральную величину да вообще кстати можно оплести тарелочки для колец подставочки тарелочки для колец очень интересная идея мне кажется или шкатулочки какие-нибудь для колец тоже свадебная идея замечательная мне кажется такая а ничего ничего про имя ничего есть у тебя дача внутри будет свеча и крышка наверху веревка веревка и подвесить на даче из веревочки можно до шаду действительно не мой день заболела на грибы не поехала целый день льет дождь и ждала вечера и тут такое интернет тупит как жаль ну вот тебе надо же что ж такое то точно не твой день наверное вот не было особого желания его плести а смотрю и руки уже чешутся какая красота получается да еще когда свечечку мы зажжем так вообще будет идеально просто просто идеально по поводу загибки можно загибку сделать в виде косички до какую еще но на косичку я не знаю но сейчас мы попробуем да и и как-нибудь сделать с одинарными трубочками почему бы и нет да сейчас мы вот тут вот закончим все это последний ряд который я проплела вот у нас в принципе крышка спряталась сейчас спрячем прячем наши трубочки они у нас спрячутся вот так еще тут будет же загибка поэтому мы одну трубочку вот здесь вот то есть вот эту нижнюю мы обрезаем вот так вот сюда капаем клея я решила так сделать во первых это изделие особой практичности не несет да у нас вот капаем клея сюда раз можно титаном даже этой трубочкой мы все вот так вот закрываем сюда можно вот этот вот кончик который до торчит и беновым деревом немножечко его того самого эту трубочку можно вот под эту кстати под эту трубочку где у нас плетеный ряд сейчас я этот пилочку для ногтей возьму но у нее где-то рядышком было спасибо вам огромное за им к про направлении волокон в бумаге застрадалась крутя трубочки пока не увидела видео ольга пишет здорово и вам спасибо что написали теперь все намного проще и быстрее круто спасибо большое за отзыв за комментарий и и вообще что на трансляцию заглянули очень и очень рады для котлет для котлет что для котлет я уже просто забываю о чем я там говорю шаду райд поэтому я это вот это вот сейчас закроется сюда это сейчас закроется вот смотрите вот так вот все закрывается сейчас еще загибочка будет это тоже можно вообще прямо под корешок и и и обрезать все и сейчас еще тут загибочка будет вот смотрите что и еще вот этот вот хвостик он у нас плотненько плотненько поэтому я не боюсь его вот так вот чуть-чуть туда подправила в плетение а этот хвостик можно и беновым деревом закрасить а вот такой подсвечек получается сейчас мы загибка решим вопрос так 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 немножечко у нас пока смотрите пока я сейчас хорошенько увлажню трубочки вот эти вот для загибки и начну уже второй подсвечник плести второй вариант кстати вы наверное его видели у елены тищенко есть мастер-класс правда не совсем подробный но есть это звезда плетение звездочки как вы наверное его видели возможно большое спасибо так не в натуральная величина на стол свадебный в качестве украшения а понятно лапти или пинетки не пробовала плести многие подумают что ты же войдешь цена сплести лапки коту а лапти почему бы здравствуйте я думаю что также можно продекупажить баночку под плетение декупажить не на грунтовка просто наклеить красивую салфетку на клей да да можно алиночка спроси спасибо обязательно сплетите или в подарок обязательно очень даже интересно получается а приветик ладочка все присутствующие олечка привет я приспособилась раздвигать трубочки в рядах спицы на которую кручу трубочки самое удобное приспособление лада хай хай а кто-то на прошлых трансляциях просил клетку мне кажется что она плетется подобным образом да только тут без банки плетется подобным образом вот не знаю пока до клетки я как бы обещала но я не обещала когда я это все сделаю так ну давайте сплетем еще второй вариант я кстати этот подсвечник очень давно хотела сплести очень давно на все не доходили у меня руки там как бы получается легче что случилось что такое мы сяк там как бы получается вот под этот под этот подсвечник грубо говоря плиту из газетных трубочек не знаю что будет можно кстати вот под такой подсвечник сплести что-то такое ажурное посмотрим сейчас вообще кто плел подсвечник в виде звезды будем смотреть сейчас как как это будет я кстати первый раз очень хотела попробовать очень хотела попробовать этот вариант надо давайте как-нибудь держатель для бумажного полотенца я плела подсвечник звездочку здорово значит вас уже ничем не удивишь но может быть кто-то не плюл поэтому я не плела я так по памяти без мастер-классов у меня не открыт никакой мастер-класс поэтому будем по памяти сейчас плести посмотрим вообще чё получится да посмотрим чё получится у нас 160 человек онлайн здорово 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 пока кстати у меня вот эти трубочки сохнут для загибки они у меня слишком мокрые я специально их намочила и минут 20 они пусть постоят увлажняться очень хорошо чтобы загибку было удобнее проплести одно взяла самое простое тут получается 4 на 4 трубочки не знаю даже наверное наверное получится у меня сплести что-нибудь да так ладно не скажете сколько на первый подсвечек трубочек ушло пойду красить и беновое дерево как раз есть а сейчас скажу я скажу так у меня покрашена 200 трубочек было здесь у меня 100 100 трубочек где-то ушло 100 трубочек вот на этот подсвечник 100 вместе со стойками вместе с наращиванием стоек потому что сейчас у меня осталось как раз тоже 100 трубочек конечно сплетите обязательно если вы еще не плели то обязательно а клетка до плетется подобным образом только немножко побольше получается по размеру она что же мне связать не знаю мандалу можно связать в интернете много мк клеток а свадебных беседок вообще нет а сама сообразить как ее сплести я не соображу опыта маловато ой если честно а вот вы есть вконтакте я свадебных беседках то как бы вообще профан мне бы фотку вообще как бы приблизительно какую свадебную беседку не из газетных трубочек а вообще вот как какая бывает свадебная беседка свадебная беседка но у меня-то в принципе так это конечно в интернете можно фотки посмотреть ну просто их наверное разное как это сказать они разные да по дизайну может быть так лада огромное спасибо за то что не удаляете видео и трансляции бывает так что нет возможности сразу воспользоваться видео уроками а позже в любое время посмотрите научиться спасибо вам огромное за то что знаете за то что не ругаете и не говорите что что-то тут мы это в бред сумасшедших собираемся спасибо вам женечка огромное да не а я не удаляю у меня даже вон если посмотреть на канале старые видео трансляции есть я их специально не удаляю знаете я иногда это же пересматриваю сажусь да хорошо ириночка хорошо и жду пересматриваю сажусь и думал какая же я была молодая вот дошучу конечно не ну как бы доля правдых все равно это же память и вообще как бы не знаю да и вообще да вот я так уже сказала что в трансляции очень много всяких нюансов таких которые но в мастер-классе нет и знаете что еще вот в прошлой трансляции да у меня там по моему были всякие казусы по плетению полочки там у меня трубочки стоечки вырвались там еще что-то и вот такие вот казусы тоже очень полезно как бы да вот кто-то там писал что это очень даже полезно что есть такие казусы что можно посмотреть вообще какие ошибки могут быть совершены как их можно исправить потому что в мастер-классе всегда все идеально да вот согласитесь всегда все идеально сплел нарисовал связал и замечательно а потом когда ты начинаешь это все делать у тебя опа а как сделать здесь а что а что в этом случае у меня там что-то не получилось да я не знаю кстати что будет с этим подсвечником но посмотрим в общем звездочку плетем я первый раз кто вообще не плел звездочку напишите может быть я тут то взялась плести звездочку а вы все уже плели вот свет уже плела звездочку катеринка я плела клетку дочкам комнату брала трехлитровую банку и оплетала клетка получилось красиво там двух птичек посадила очень красиво цветочками украсила сама клетка белого цвета ну вот видите трехлитровую банку значит оплетаете вот и все получается да и клетка готова грубо говоря у меня не получается панно из цветных трубочек может попробуем о да у меня кстати такая идея тоже было то попробуем обязательно это как это это а это и купила двух попугайчиков они как живые смотрятся цветочном магазине нашла супер лада какая длина так и я под ваши трансляции на работе плиту здорово какая длина твоих трубочек валя у меня где-то 28 29 сантиметров трубочки я не плела звездочку ну вот давайте попробуем ее сплетем очень хорошо что может кому-то пригодится замечательно тогда плетем дальше почему в интернет-магазине откроете у меня правда тоже нету но я по заказу плиту но я сейчас на заказ не могу плести потому что как бы времени у меня тогда вообще не будет и над каналом работать я сейчас вот пока работаю над каналом в прямых трансляциях но вот у меня есть некоторые заказы да вот гномодомики заказали в октябре один уже надо начинать плести скоро совсем кстати выпускать видео о плетении гномодомика или нет просто так чисто история создания 1 гномодомика вот ну и вообще у меня как бы нету сейчас цели так вот как сказать плетение под заказ у меня раньше была цель а сейчас как-то и поубавилась немножко энтузиазму сейчас у меня такая просто то просто без цели плиту на трансляциях что что плетется то и плиту и грубо говоря да так но я ориентируюсь по своей вот этой вот как бы у меня там не будет просто свечка стоять до меня будет все-таки стоять вот этот подсвечник а можно и просто свечку поставить кто-то даже просто свечку ставит у меня еще вот такая вот есть свечка тут надо больше до звездочку типа профи англичанку ну то у нас был попугая его нам продали как мальчик оказался девочка и склевал все что можно ушел уже в мир иной надо же до легче даже лёвик даже лёвик отозвался в шоке об этой истории так до выпускать видео хорошо будем выпускать будем выпускать так как можно зайти на историю твоего канала а просто вот заходите на канал и там видео и проматывайте вниз 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 проматывайте там все видео которые вот выходят и самое как бы самое нижнее будет видео это самое первое грубо говоря вот мне заказали к новому году 200 корзин для подарков михаил ну просто в это не знаю просто геракл в этом плане надо же 200 корзин это вы каждый день плетете половину уже сплели ну надо же обалдеть просто обалдеть ой не знаю я бы так не смогла наверно много сплести так сплетит тумбу как детская с ящиками shadow рай давай все вот эти идеи мне это личным сообщением смысле дублируем не личным сообщением потому что ты ж мне это говоришь вот трансляция пройдет и я ничего помнить об этом не буду я тебе серьезно говорю потому что просто забываю ола ола хаи вы спик рашен машина убийцы а и не денью джулия а и недели а айфин кдр из верану джулис бат верой лоту в наталья елена и за тюкей окей все сейчас вы скидывать буду ну ты сюда скидывай и дублируем не личными сообщениями до а дублирует а личными сообщениями что поддерживает большинство грубо говоря ну понимаешь в общем да так сейчас мы уже наверно закончим такое небольшое нас будет в этот раз и звездочка небольшая вот именно вот под эту свечечку сейчас посмотрим так нам уже загибку нужно делать сейчас я тогда быстренько вот это вот все заканчиваю 3636 35 а ну все вот уже вот 356 36 35 все это последний ряд это последний ряд пусть она будет небольшая до грубо говоря так получается что мы вот это вот пускаем вот эту но спицы у меня рядом нет еленочка вот совет дала на спицы у меня нету а я раньше кстати да тоже спицы убирала здесь тоже самое делаю одну убираю прячу а другую просто обрезаю на потом спрячется у нас вообще в под грубо говоря под эти ну в общем под само плетение здесь можно и беновым деревом покрасить морилочка вот эти кончики и они у нас видны не будут у меня далеко маринка я потом если что-то как-нибудь ухищу так пока у нас основа для этого подсвечника готова мы ее откладываем мы ее откладываем сейчас будем делать загибку вот на этом подсвечники так загибочка сейчас посмотрим она у нас так быстро высохла что но немножко вот так вот отправим да грубо говоря сейчас ручки вытру нур саден да у нас не ругаются матом и я даже как бы не ругаются у нас матом так потом видеокамеру отремонтирует у меня три станка есть для плетения я сниму и покажу станки не так сложный но упрощает работу хорошо давайте можно свои конечно конечно скидывайте в личные сообщения конечно даже не спрашивайте всем можно все так ну что загибка будет несложная допустим как косичка от как сказать одноуровневая грубо говоря но с 1 с одними вот этими стоечками это мы каждую стоечку друг за дружку заводим мне такая загибка очень нравится каждый раз ее использую но здесь мы делаем косичку поэтому мы сейчас стоечки заведем друг за дружку вопрос да и что делать если стоечки ломаются ну вот очень хорошо нужно увлажнить увлажнили подарки вообще в идеале подождали немножко пока вот это все у вас увлажнение будет как бы но процесс пойдет грубо говоря да прямо внутрь трубочек но если вот так вот если трубочки покрашены морилка то они конечно быстро очень увлажняются если они покрашены колером вместе с лаком то нужно время чтобы они вас увлажнились как надо грубо говоря так кстати да а можно вот эти трубочки пустить вот эти вот кончики трубочек пустить прямо вот сюда вот я бы вот так вот крест-накрест вот так то есть можно вот так вот с ними поиграть посмотрите видите и пустить их например прямо вот сюда в эти стоечки ну как напишите как светочка я пока покину вас ладежь хорошо дорогая моя так лада легче входит на улицу и на квартирный котик он квартирный котик но муж все его хочет на улицу прямо вообще я вот думаю по моему не знаю с 8 этажа прыгает гипер прыжком обратно а так красивенько будет а мои трубочки на всю длину газеты 56 нет это неплохо главное чтобы они по качеству были такие но не слишком плоские да вот но по качеству чтобы были нормальные такие чтобы из них можно было что-то сплести так напишу что можно попробовать да давайте попробуем мне вот этот вариант что-то понравился пока я не видела ни у кого значит получается что вот отсюда у нас идет стоечка минус юморист или юморист понятно так а если вниз но под спиральку а если вниз то под спиральку вот под эту вот а у нас тогда видишь а кстати можно ну там получается что некоторые у нас уйдут вот сюда ай а некоторые у нас уйдут куда вот сюда вот под эту спиральку то есть ну вот под один уровень тогда нужны их до была очень рада тебя услышь соскучилась и я тоже ладочка всем добрый вечер ничего не успевают наталья добрый вечер до проблемы современности да у нас на поводке да на шлейке всем хорошего плетения общения спасибо светочка тебе тоже всего хорошего ну да я вот сюда тогда вот под этот ряд он у нас как раз тут тоже будет а потом вот под этот давайте попробуем да так значит посмотрим вот исходит эта трубочка я пропускаю раз и вот сюда вот вот сюда я ее прячу получается одну я пропускаю стоечку за вторую прячу так посмотрим как как мы спрячем посмотрим как спрячем немножечко расширяем пространство грубо говоря сейчас и вытаскиваем сюда кончик нашей трубочки вытаскиваем вытаскиваем а потом обрезаем под корень вот так потом обрезаем под корень эту мы вот так вот и сюда и обрезаем под корень потом а знаете сейчас вот у меня спится я же раньше делала так так раз-два и вот сюда да то есть вот у нас спица уходит сюда сейчас но у меня длинная к сожалению длинная спица вот так вот надевается и вот так вот у нас она не протискивается в общем почему не знаю ладно сейчас посмотрим опять же эксперимент эксперимент ножничками лучше показалось у ножничками вообще все протиснулось эксперименты кто любит эксперименты да вот так получается мы посмотрим так значит у нас отсюда она исходит раз-два получается сюда да да идет главное чтобы длинный трубочек хватило но вот у меня здесь вроде бы и хватает баночка небольшая вот так вот вот у нас что получается потом мы подклеиваем сюда pva и подтягиваем главное чтобы они заломы не делали их немножко надо снова намочить снова они у меня остыли остыли высохли если заломы сделаны то в сыром виде их можно исправить ну вот так вот получается вот так главное чтобы когда мы зажигали свечку чтобы у нас все интересно смотрелось правильно так я замолчала потому что опять сосредоточена но у нас здесь просто плотное плетение ой смотрите как какая у нас ошибка до вышла но ничего подправили подправили здесь можно капнуть клея немножко у меня трубочка выскочила но все нормально вроде бы дальше берем ой в чат вы пишете а я к сожалению не могу сейчас прочитать такой у меня сосредоточенная работа конечно ты мы все подтянем сейчас когда они подсохнут мы это все подтянем я покидаю вас жарю элла пишет до свидания всего хорошего спасибо что заглянули да и биновое дерево дам цвет трубочек обиновое дерево так на три вещи как плетет лада как снимает и как рисует спасибо не разбавлена ничем нет елена николаев с вами здравствуйте трубочки только накрутила клей момент столяр буду экспериментировать сразу красить хорошо дуб плетенный с листьями и так ладочка какой вы сейчас клей используете клей момент столяр если нужно покажу конечно я много пропустила запись будет обязательно и ржан снова тут у меня сегодня при плетении хорошо увлажненные трубочки ла рвались и лохматились до сильно мочили я снова с вами виктория пишет ура очень круто получилось спасибо ну вот у меня некоторые тут выскочили но виде видели да как я их просто так вставила и все потому что тут как бы они оплетаются уже просто оплетаются баночкой баночку они оплетают поэтому они хорошо тут у нас вставляются и но и вообще тут проблем нет как бы и даже с другой стороны ничего не видно так что вот здесь вот я их сильно намочила поэтому они вот так вот у нас идут так сейчас будет звук такой страшный это у нас у моего лёвы авто кормушка срабатывает где выдает ему корм у нас сейчас без пяти час ночи угол сушки то много очень можно нанести клей каким-нибудь волнами завитушками снежинками да кстати да 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 а можно и так кисточка дать что-то такое внутри нарисовать натворить я как обычно что-то придумаю это называется не хочу делать как у всех это ужас подкормка кота пошла код заряжается кормом ну вот эти вот кончики они намокшие они плохо конечно вставляются так да сейчас покажу сделаю елку хорошо попробуем легче приятного аппетита тебе говорят вот этот клей вот этот клей который я использую сейчас на данный момент он же у меня в баночке при наращивании идет ладочка спасибо что вы всегда так хорошо объясняете у вас золотые руки спасибо вам огромное он сам себе насыпает корм не там работает авто кормушка то есть в определенное время она ему выдает корм гремит выдает корм он высыпается ему в мисочку и в общем то вот таким вот образом живем и он уже знает какое время у него высыпается корм и он уже сидит и в общем сторожит видео вообще у кошек вообще у животных биологические часы до присутствует так что он это все дело чувствует ну вот так вот получается мне кажется интересно тоже мне кажется интересно тут нужно что-то такое под подкрутить вот как я уже сказала тут немножко выпадают трубочки поэтому мы сейчас это все место смажем клеем вот это все он потом кстати у нас ну излишки уберем он потом у нас зафиксирует все это и вот здесь тоже здесь все все вот так вот еще включим включим свечечку посмотрим и у нас еще второй подсвечник жаль что нельзя жаль что нельзя ускорить быстренько раз раз включите уже о по конечный результат грубо говоря все поправимо все поправимо в работе если что-то вы там что-то у вас не получилось это все поправимо не переживайте главное посмотрите взгляните на свое изделие подумайте как это можно исправить и главное без паники без паники самое главное без паники все будет у вас получаться тут кончики размокшие поэтому здесь конечно как вот ухищряться это все делать но мы стараемся да мы стараемся этого места не будет видно куда мы там заделали эти все стоечки я покажу как его исправить ну вот получилось вот так грубо говоря сверху у нас вот так получилось да снизу так так пока я тут вставляю трубочку почитаю чат левочка вы да я спать good bye shadow right хорошо good bye good night спокойной ночи и сладких снов зверь поедает свою легкодоступную жертву легкодоступную жертву там маленькие жертвы маленькие маленькие эти кусочки корма кстати вот здесь у нас видите рабочая трубочка она закрывается вот этой трубочкой которая у нас так но я говорю что можно так и не делать можно было сразу сделать загибку и не заощряться вот этими всякими способами непонятными как я сейчас делаю но я просто захотела поэкспериментировать я подумала ну почему бы и нет почему бы и нет ведь трубочки стоечки можно же в любое место до их как бы завести почему бы и нет вам надо было на трудовика учиться дети от вас были бы в восторге кстати да хорошая мысль а надо было бы на трудовика но видите поздно поняла что это мое а тогда я конечно бы очень мне бы нравилось это занятие но с детьми в школе работать но не знаю конечно я уставала с детишками работать в школе очень уставала но тем не менее я вспоминаю те времена когда я детишками в школе работала и было так прямо весело хорошо вот ну что вот такой подсвечник получается так так еще мы пройдемся белый этой сейчас что я сделаю пока буду заниматься вторым подсвечником вот это у нас будет готовиться и как я его подготовлю я сюда немножко буду копать клея прямо вот туда внутрь зубочистка это хорошо сделать прямо туда внутрь капается клей в общем что такое напридумала капается клей сюда так можно титаном вообще но тут как бы изделие не несет практической цели поэтому титаном и не обязательно будет это все делать пока схватывается пва я сейчас чат прочитаю буквально там не знаю минуточку но не до конца чтобы она схватилась иначе у меня вот эти стоечки приклеится вообще непонятно к чему вот сейчас минуточку до конца все это доделаю вот работа в натуральном виде без вырезаний все пожалуйста так у нас такой момент стоит около 130 у нас где-то 160 ладочка у меня момент клей желтоватого цвета он когда высохнет там не остается желтоватости мне у меня вроде я не замечала желтоватость у этого клея все вот так вот получилось вот так вот можно сюда кстати уже вот сюда вот приделать как-то тут как это завязочку пока минуточку минуточку бравый подсвечник класс я более высокую сделать теперь намочу потом и за мной зафиксирую клеем хорошо а можно начать на двойных стоечках на ажур одинарные и вторые отогнать потом вторые поднятие загибку опять на двойных можно до девочка можно я бы хотела учиться у вас на уроках труда марин синица здравствуйте лада все-все здравствуйте марина так теперь мы ко второму подсвечнику возвращаемся сейчас я быстренько стол протру ко второму процесс подсвечнику возвращаемся лёва что уже поел да уже поел так вот он у нас что делаем значит то что делаем по моему одну мы да по одной мы обрезаем трубочки вот я чисто по памяти вот так обрезаем по моему через одну чтобы здесь было расстояние у нас так ну я даже не знаю у меня получится или не получится так так а вот и вот так она все получилось значит мы по одной обрезали получается у меня было 16 трубочек до стало 8 трубочек до теперь а и как я много пропустил на ничего посмотрю пока хорошо девочки спасибо за ответ так значит первых приготовим рабочие трубочки честно плиту первый раз поэтому посмотрим что из этого выйдет так ну где-то вот такое вот расстояние я беру вообще лучше линеечка это все измерять лучше линеечкой а линеечки у меня нет только в смысле маленькой нет только такая так сразу отгибаем назад то есть у меня получается 2 и 8 грубо говоря отгибаем назад эти трубочки так 2 и 8 вот так вот отгибаем и потом их будем уплетать вот так вот может быть мы не успеем сегодня этот подсвечник сделать но идея я вам покажу да грубо говоря идея такая будет у нас 2 и 8 а трубочки как всегда 3 цвет красиво это и беновое дерево кто вы по гороскопу я телец кстати много ли у нас тут тельцов пишите кто вы по гороскопу у нас был по-моему такой вопрос но у нас всегда новенькие приходят присоединяются к нам и очень интересно узнать спайдер скорпион хороший знак рыбать ащий работящий всем спокойной ночи желаю вам всем динарчика спокойной ночи близнец козерог такие все разные мы да вот значит я на ту сторону их согнула выгнула как бы да сейчас будем оплетать посмотрим видео так все легко оказывается сейчас посмотрим как здесь у нас будет тоже весы о здорово я человек змею к погоду интересно а ведь это идея люби спасибо дал идею ты же можно себе установить режим завтрака обеда и ужина директу соблюдать куплю себе такую технику и худеть буду хоть шучу конечно лёвоч тебе хорошо живется с автокормушкой да вот он сказал что хорошо ну да да все все уже поняли успокойся все да все уже поняли так ну что давайте мы сейчас приделываем трубочку приклеиваем да 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 успокойся пожалуйста я же только спросила тебя господи хорошо ли тебе живется вот начал то разводить так пока от приклеивается эта трубочка мы все-таки закончим наш скворить ой господи вот видите скворечник закончим да все хорошо успокойся с ним лучше вообще не заговаривать так это мы пришпандорим пока пусть трубочку у нас так теперь по сквори не скворечники а подсвечники все уже да да я теперь вот эти трубочки подрезаю прямо под корешок прямо под корешок и если надо то завожу их за предыдущий ряд по плетению вот так вела завела все здесь тоже под корешок главное чтобы клей быстро не схватился иначе будут у вас казусы что вообще все приклеилось да 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 здесь кстати тоже интересный вариант сейчас покажу вот у меня здесь косячок я вижу косяк и я сейчас покажу как исправить то есть я вижу что у меня вот эти трубочки плотно не прилегают до легка такой общительный ой да уж сушки сколько вас много ой мария букшина здравствуйте я вас давно так не видела наконец-то вы с нами телец вы тоже телец на даже близнецов то сколько весы дева дева хорош такой знак вообще все знаки хорошие да у каждого знака есть свои тараканы да получается да 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 легче да да успокойся да успокойся все мы мы о тебе больше не разговариваем мои два кота говорливые но не до такой степени the cat is angry the cat is speaking talking with us i'm asking his answering а лёвоч наелся весойлый стал точно лилия присоединилась добрый вечер всем беларусь с вами гродно к сожалению поздно включила трансляцию плиту с вами не подсвечив плиту другую работу но вместе оказывается намного веселей вместе всегда веселей да так что присоединяйтесь следующий наш трансляции они всегда по четвергам а некоторые я потом оповещаю заранее если тут какие-то косички вот тут клей не засохнет чу страшного засохнет потом так что не переживайте главное чтобы он у вас не засох вместе со стоечками смотрите вот у нас что получилось такая работа интересная и вот я обещала показать да что в этом случае делать если у нас вот так вот все а мы просто их берем и подклеиваем подклеили и все вот вот боюсь сказать нулево хотел еще в туалет и у нас тип обе оповещал что я хочу в туалет это чтобы они совсем не отклеивались вот пока эти приклеиваются тут еще другие можно приклеить бывая еще раз говорю он высыхает и все нормально пока вот так вот положу так что не приклеится лёва любит разговаривать такой общительный дан породы до дворянин беспородистый до беспородистый и так у нас приклеилась тут приклеилась значит мы начинаем я посмотрю сейчас как приклеилась так теперь мы начинаем оборачивать по кругу грубо говоря да вот как вы приклеивали в этом же направлении начинаем оборачивать вот что получается слушайте наверное я правильно делаю но главное соблюдать дистанцию до между стоечками то есть их насильно не как сказать не оттягивать не вытягивать а вот как они ложатся да вот эта трубочка так мы ее грубо говоря и оборачиваем а вот здесь мы наращиваем это все делом а при наращивании тоже надо это все легче но все 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 вот вот так вот и и да все да 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 все хорошо красиво пишет наталья спасибо большое а мы сейчас зажжем свечечку у меня тут есть и как раз посмотрим как она горит но это в конце трансляции посмотрим здесь есть такая свечка левочек все успокойся уже ну тем не менее что-то получится что-то получится это первая звездочка будет поэтому строго не судите наверное не видно так здесь тоже лучше нарастить в этом месте пошел в комнату к мужу доставать его и все так замерли все смотрят за моей работой да так что теперь что теперь последняя плита им а теперь я так понимаю мы оплетаем вот так вот да грубо говоря я посмотрим я тут такая рукодельница что вообще что успокойся так уже 216 вот так вот да вот так интересно мы оплетаем то теперь же получается сверху да я смотрю кручу трубочки здорово джулия камбэка и мильма из сноу флейк теперь и звезда нравится еще 100 трубочек крутить да еще 100 трубочек но вот сейчас я наберу кстати подождите левушка спать зовет мой да он много чего зовет делать вот он хочу посмотреть вообще как она выглядит сейчас наберу завезда из газетных трубочек так просто чтобы посмотреть вообще правильно ли я плиту так и вроде я неправильно плиту но тут есть разные звезды звездочки а нет понятно ну вот даже не знаю наверно все таки все таки вот так плести нужно да вот так и и потом вот так вот так что ли здесь клеем по вам можно капнуть вот типа такой звездочки я так понимаю будем плести да всем спокойной ночи я завтра посмотрю результат спасибо за мастер-класс катеринка спасибо вам огромное сейчас секундочку я с котом решу вопрос все вернулась ну вроде бы вот так у нас получается да вроде бы вот такое вот что-то посмотрим здесь нарасти что-то такое получается честно еще раз повторюсь что я плиту это первый раз поэтому какой-то результат даст я вижу что я тут неправильно нарастила лучше вообще здесь наращивать здесь вот так спать уже катеринка ушла у нас какой младший котейка рыжий до рыженький но он конечно это такой больше постельного цвета как сказать бежевого типа того что ну в общем-то да хотя мы когда я выбрали мы увидели мы на авито по объявлению брали его и когда мы увидели он был реально такого реально рыжего цвета кстати я так понимаю что вот эти вот нужно обрезать вот эти вот что мы потом мы сделаем вот это нам понравилось что он типа очень рыжего цвета сережка вот мы его в общем взяли а потом когда мы приехали а он такой бледный думаю ну что ж такое что это за котик там видимо когда фотографировали уже при продаже его при не продаже отдавания фильтра видимо сделали что он был такой рыжий рыжий в общем вот как-то так такая звезда получается ну что то тут конечно не очень ровно вот здесь вот получилось ну да ладно как красиво получать спасибо большое мне как-то не очень нравится что не очень ровно ну да ладно сейчас посмотрим мы сделаем обороты обороты сделаем посмотрим что у нас там ровно получается неровно на подоконнике лежал и выцвел лёва цивы за раз что плетете за звездой а просто не всю трансляцию удивилась а а это просто звездочка я хотела вот подсвечник виде звезды сплести вот и в интернете нашла вот такого вот варианта мне очень понравился этот вариант кстати а здесь вот так вот видите приминать немножко надо вот что давайте тогда будем приминать это я делаю для того чтобы не расползалась плетение когда я буду наращивать то есть я не не смазываю ничего клеем просто делают для того чтобы не расползалась плетение здесь уже наращивают так ну что давайте смотреть так оборачиваю а ну вот у нас получается видите вот какие все теперь теперь я сообразила как-то все делать ну и получается что вам да вот так вот все это делается а здесь у нас тоже наращивается но при таком плетении расход трубочек конечно большой получается чтоб наращивать только в одном месте сзади и пока вы делаете виток такое большое расстояние получается что угу угу ну вот вот так вот грубо говоря вот такая звездочка сейчас мы тут начала я так это самое не очень хорошо не очень аккуратно делала поэтому меня начало не очень красивая вот видите да то что у нас увеличивается расстояние у нас увеличивается и длина обреза получается трубочек 150 онлайн круто пиксели это значит в этом все дело в интернете в вашем у меня пишется что хорошее качество трансляции вот сейчас мы эту звездочку закончим но получается как конечно под этот подсвечник она у нас не пойдет потому что она большая по площади но можно использовать ее под какой-нибудь большой подсвечник почему бы и нет вот она каждый раз вот таким вот образом ложится получается можно вообще ее приплюснувать вот так вот вот так дальше здесь наращиваете левочь а что ты вздыхаешь ходит вздыхает код просто и вот и его этот ур вот это иногда меня так раздражает так это потому что тут очень кончик сыроват поэтому в общем вот так как подождем подождем немножко наверное еще полчасика до трех часов мы с вами это самое полчасика еще будет и все добрый вечер 7 я опоздала как красиво здорово миллион классов спасибо альбиночка на эту звездочку понадобится но тоже вот пока я сейчас 40 трубочек истратила 40 50 где-то наверное трубочек 100 понадобится на штурвал похоже от часов которые очень-очень хочу да уж тут конечно похоже на многие вещи ну вот ну грубо говоря вы плетете чтобы вот это вот скрыть до вашу вот это вот так сейчас еще 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 я наверное эту звездочку с плетом давай ёлечка я думаю что у тебя все получится и вообще если вы собираетесь плести плетите не бойтесь все обязательно получится плетите себе в удовольствие пока не заморачивайтесь косо криво там или прямо или что-то еще в удовольствие плетите и тому же и качество у вас подтянется там вы уже будете смотреть что-то как вам да лучше всего сделать как у вас идет этот процесс запасаемся трубочками до новогодняя подставка под бокал шампанского ну да кстати кстати почему бы и нет или под икру черную мы тут зашли в магазин с мужем посмотрели сколько стоит черная икра я на самом деле это думала что это за килограмм 33 900 по моему тысячи а это оказывается представляете за баночку за баночку вы можете представить ужас просто за баночку черной икры кошмар три с половиной тысячи вот здесь можно так подправить смотрю глаза слипаются идите спать не мучайте себя может завтра досмотреть конечно михаил не мучайте себя я понимаю что поздно уже у некоторых вообще у вас тоже то конечно чтобы звездочка стала новогодней надо декора добавить добавим добавим можно какую-нибудь шишечку прицепить обязательно можно так приплюснуть это понимаю что да и и вот вот так вот немножечко приплюс конечно так что идите спать просто засеките до какого времени вы посмотрели и потом уже просто перематывайте на это время уже в концу концу трансляции я уже покажу там со свечками что и как получилось как у нас подсвечник играет и патиной до патиной я же вам обещала показать тоже обязательно все покажу ну вот уже концу трансляции сейчас мы это все закончим с вами не буду я много и звездочку делать да ну согласитесь что в принципе этот самый принцип понятен грубо говоря вот и мне кажется что так с первого раза неплохо да ну так она чего тут сложного я думаю что нормально все получится сосенками можно украсить шишечками можно украсить да много чем в общем вперед-вперед из песней не стесняйтесь украшайте ну конечно главное не переборщить тоже да в нашем то деле главное не переборщить что у нас с обратной стороны вот такая вот красота у нас получается но наверное и последний ряд я уже проплетаю проплетаю ну в общем выплетаю последний ряд да у нас тут 4 и 5 до 5 виток можно конечно еще ну хочу вам просто уже принцип показать как заканчивать так что мы плетем в следующий раз знаете вот я уже говорила да что у нас там хэллоуин и я знаю что некоторые его даже празднуют поэтому мы можем сплести тыковку небольшую до следующую трансляцию а вот у нас уже между вот этими уже заканчиваются видите расстояние заканчивается так что я понимаю что это уже последнее что мы с вами будем плести последний ряд так что можно тыковку сплести интересно вот на тыковку можно трубочек 200 наверно заготовить так я все это время думала что эта подставка для подсвечника ну так и есть да я вообще и уплела как подставку для подсвечника очень симпатично получается цвет приятные ручки вашим спасибо большое насчет черной икры веселую историю знаю давайте рассказывайте но если конечно вы спать не пока не то как там пока спать не ложитесь рассказывайте послушаем почитаем а тут уже почти еле-еле вот этот ряд доходит сейчас все 2035 до 2035 вы хорошо что мы с вами время перевели на час назад смотрите может тимой даже мы и на час тоже назад еще перейдем потому что уж очень как бы темно да у нас получается она вот это вот у нас первое первый виток у нас был отсюда конечно тут все не очень свободненько ну все по сути смотрите закончили получается 66 грубо говоря да мы можем сейчас посмотрим как закончить либо мы вот так вот закончим сейчас посмотрим я просто посмотрю как лучше закончить так вот либо последний туда либо вообще вот туда последний нет все таки вот здесь вот он просится прямо сюда 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 да так и закончим вот сюда виточек сделаем все грубо говоря так ну вот что получилось а сзади мы с вами обрезаем трубочки вот там прям под корешок а там вообще ничего не видно будет главное что под корешок обрезайте из центрального округа поднять стоечки плести по форме вашей свечи в стеклянном ну да кстати у меня еще больше свеча есть и чем вот это так что под эту свечку сделаем вообще конечно мне жалко такой подсвечник на свечку делать у меня больше еще вот даже побольше вот этой свечи посмотрим в общем так здесь мы немножечко клеем смажем пока тут все схватывается у нас можно кстати вот сюда вот его вывести ее эту трубочку то есть она у нас получается вот туда пойдет вот туда пойдет да и вот сюда как-нибудь вот все в общем если вы за пальчиками моими следили то поняли да что и как в общем вот такая вот звездочка получилась вот здесь вот у нее начало было поэтому здесь я не доглядела она немножечко вот так вот какие продают красивые толстые свечи в стеклянном подсвечнике да да точно светлана точно спасибо большое я все никак не могла поблагодарить за полочку сплела огромное спасибо очень обрадовалась теперь у меня по специям на месте спасибо большое спасибо дорогая из мира так на снежинку похоже да но она по-моему так и называется снежинка ну что теперь давайте по теной я покажу как это все делать да секундочку я же говорю что я такая клюшница ой клюшница непонятно кто в общем я просто забыла где у меня лежат не забыла я их просто не нашла вот эти самые губки которым которыми легче вот эти вот потину наносить вот поэтому вместо губки можно использовать вот такую вот тряпочку ее тоже легко делать потину наносить до грубо говоря тонировать можно до сказать так все сейчас мы заканчиваем уже итак что мы делаем акриловую краску беру белую можно эмаль для радиаторов можно эмаль для радиаторов вот у меня акриловая художественная белая краска любая вообще там фирма не важно если нету губочки вообще губка это идеальный вариант если нету губочки еще раз повторюсь что можно вот такой вот тряпочкой я наношу на тряпочку эту краску вот но на какой-то этой смотрю и я например делаю очень просто я делаю очень просто вот эти тонирую патиные изделия я просто наношу вот так очень-очень легкими движениями по ребрам как бы по ребрам плетения ой ну вот это я так держу перед камерой по ребрам плетения вот так вот хоп 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 и получается что-то типа того некоторые просто вот так вот но как бы стирают ну как-то сказать труд немножко можно и потереть но я вот такими движениями как бы прихлапывающими делаю и вот эта краска у меня она как бы как она не размазывается по трубочкам грубо говоря она не смазывается она концентрирована белая остается вот вообще кстати я показывала как-то видео я уже не помню кстати в каком видео ну в общем вот грубо говоря но это я так делаю ну кто-то делает по-другому хотя может это и не называется патиной но можно более светлым тоном это все делать и получается под старину но здесь видите я не хочу светлым тоном я хочу вот эффект снега грубо говоря да на снежинке на подсвечники еще вот так вот здорово спасибо зубной щеткой можно да светочка можно как и не да в общем вот можно тряпочкой да если губочки нет вот как у меня не стала я губку от посуды для этой цели использовать все-таки посуда посудой да пусть останется вот можно вот такую тряпочку да вообще любую тряпочку можно серебристую акриловую у меня кстати была сила и было у меня серебристая я сейчас уже доставать не буду но в общем смысл понятен можно даже не знаю внутри как-то пройтись но внутри не буду я проходиться ну вот так вот оставлю вот так оставлю можно вот там вот внутри пройтись там вот вот эти вот трубочки кисточка неудобно все-таки это делать потому что кисточка она размазывает а здесь вот такими прихлапывающими движениями я думаю что очень даже хорошо получится вот первая у нас работа сделана да здесь кстати вот внутри можно знаете что положить какую-то зеленюшку елку или там еще что-нибудь так теперь вот наш подсвечник а мы в школе будем такой кисточкой как у вас размывать и да здорово так уже морозики холодно темы идут к новому году к снежку точно точно нет не размажется потому что это акриловая краска светочка акриловая краска она впитывается и она потом ну как бы сейчас покажу вам вот я тру видите нет это вот вот допустим вот а сырое посмотрела ну вот нету не размазывается не то что я укажу так не надо наговаривать на себя просто ты не пробовал надо попробовать и причем не один раз в некотором деле нужно и сто раз попробовать потом получится есть как для ногтей с крупными блёсками если уж ничего точно и лагли ногтей да какие вы идеи молодцы даете так ну и что и вот здесь вода подсвечник но во первых вот здесь вот сверху я сделаю конечно обязательно опять же прихлапывающими движениями то есть не просто я тряпочку как бы поместила и вот так вот ее вожу нет прихлапывающими на именно тогда краска акриловая будет ярче всего а здесь можно вот так вот вот по этим конечно обязательно и сделаем обязательно пусть будет какая банка холодная то оказывается эффект очень хороший кстати под ним можно скрыть даже какие-то мелкие недостатки косячки очень здорово вообще круто можно серебряной краской вот я пройду серебряной краской все-таки сверху а можно какие-то шишечки в общем я украшу вконтакте обязательно скинул фоточку можно вот так вот сделать в общем в общем это вы уже там намудрите на баночку потяну нанести как будто окошки замерзшие точно сейчас сделаю а вы не боитесь что может банка лопнуть когда свечка светится ой честно говоря не знаю сейчас посмотрим вообще я делала в банку так но без как бы просто в банке у меня свечка было и как бы она не лопалась у меня в общем не знаю кстати напишите может действительно лопнет и все мои труды на смарку и но я как-то делала поэтому я так с уверенностью это все не стала делать все посмотрим что то тут такое в общем где где плетение красится там мы и красим его пусть так будет а мелкие свечки плавающие да да свечка таблеточка да именно такие у меня свечки так стараюсь все таки на камеру это все делать смысле не где-то сбоку да сейчас свечку таблеточку действительно мы все это где-то можно поярче где-то не поярче ну в общем как у вас там рука ведет грубо говоря все равно краска бледнеет немножечко но это естественное явление и стол облапала я уже так но все вроде бы так смысл понятен все не буду но в общем вот как то так чего то такое давайте тогда к самому интересному приступим да посмотрим в общем как у нас тут это все зажигается готовы да какую баночку вы оплетали я не сначала смотрю а простую баночку которая вообще на пол-литра что ли просто простую баночку для закатки маринованных огурчиков там все такое прочее так свечка не костер вы наилучший канал какой я встречал на ютюбе спасибо большое ну давайте так давайте испробуем в общем то вот у меня тут даже спички слушайте ну да давайте помолимся и да я не знаю лучше ой слушайте я не знаю как это все делать может ее вот так опустить так подождите ну давайте сейчас попробуем когда она зажжется я вообще не это как сказать не профи в этих свечках вот что то вот давайте посмотрим сейчас при выключенном свете как тут у нас все это да давайте выключим свет посмотрим как у нас все работает ну я не знаю видно ли вам это или нет но в принципе работает да жаль что не фокусируется но вот такой подсвечник получается сейчас я немного вот так вот так ну что да симпатичный ютюбе спасибо большое но в принципе работает кстати а здесь не сильно нагревается внутри банки не сильно нагревается нет не нагревается кстати так что не бойтесь вот ну и в принципе интересненько так ну что на этом будем заканчивать трансляцию да будем заканчивать мы с вами наработались сегодня заработались вот спасибо вам большое за компанию с вами очень приятно работать так давайте сейчас почитаю очень красиво спасибо но звездочку для чего это тоже для свечки но я уже не стала включать вот пожалуйста это подсвечник грубо говоря вот ну у меня более толще есть свеча я просто не думала что будет более толще так вот пожалуйста на стол поставили здесь зеленюшечкой украсили там елочка например и мне кажется очень симпатичный вариант ну и подсвечник можно кстати его подвесить 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 а не видно ну ладно ну ладно ничего страшного здравствуйте у вас интересный канал и хорошо объясняйте но мне кажется что лучше будет смотреться если налить половину банки воды опустить туда свечку вот цвет интересный будет нальем посмотрим обязательно спасибо вам огромное спасибо видите одна голова хорошо 160 лучше да чтобы зажечь свечку внутри такой баночки можно взять длинную палочку а длинную палочку точно ну в общем да все классно получилось елена пишет спокойной ночи обязательно сплетите спокойной ночи и спасибо большое давайте тыковку сплетем на 200 трубочек буду готовить тыковку небольшую тыковку можно в виде шкатулочки да вот как мы яблочко сплели только тыковку там немножко интереснее как бы там немножко другой тот же самый процесс но немножко другой налью обязательно посмотрю сейчас я ее в общем в общем еще пока не новый год да давайте следующую встречу сплетем тыковку уже хэллоуину кто-то хотел подготовить так что подготовиться так что сплетем тыковку а вот готовьте там не знаю оранжевые трубочки это можно взять красную морилку и желтую все смешать можно колерами покрасить и зеленые трубочки тоже готовьте можно наполнить себе цветными камушками да кстати можно в общем много разных вариантов да есть и можно со стоечками вот как-то поиграть вот сегодня я такой вариант да придумала можно их как-то вот не знаю по-другому да не завтра нет следующий четверг следующий четверг 18 часов по московскому времени если что еще и в понедельник возможно порисуем акварелькой давайте так кому там интересно порисуем акварелика и в понедельник А плетение в следующий четверг в 18 часов вечера по Москве. Всё, всем спасибо большое, всех обнимаю и всем спокойной ночи. Пока-пока. Спасибо вам, что были со мной сегодня. Вот, надеюсь, надеюсь, все хорошо. Спокойной ночи, спокойной, сладких снов. Всем пока-пока. Серёжкин, ты сюда, смотри, какой потрясен. И вот ещё. Муж аккуратно кладётся, крадётся. Очень красиво, спасибо. А время поменяли разве? Время поменяют, по-моему, 31 октября. Нет? В общем, я объявление обязательно сделаю, вот новостное такое, и увидимся. Всё, пока-пока. Отключаюсь. Пока, сладких снов.